Едем в сторону вулкана Нейрагонга. Вот он уже виднеется тут. Машина тоже с бойцами, с оружием. И пойдем искать горных горилл. Прервился в туто. Нам пора одевать маски, чтобы не заразить их ничем. Выезжаем из Гомы, ДРК, Демократическая Республика Конго. Едем в сторону вулкана Нейрагонга. Вот он уже виднеется. Вот сюда нам предстоит долгий подъем. 7 часов, или 6, как повезет, чтобы оказаться на вершине этого вулкана. Самый активный вулкан Африки. Высота Нейрагонга 3470 метров. Вот он весь в облаках. Вот наши полтора часа по дороге. Еще не закончились. Мы едем все еще в парк Верунга. Дорога отвратительная. По лучших традициях Западной Африки. И мы сейчас еще, наверное, долго будем ехать. Но, по идее, еще осталось где-то 25 километров. Ну, наверное, около часа. Так, везде вон перед нами мотоцикл, сопровождающий с автоматом. И сзади еще машина тоже с бойцами, с оружием. Мы едем вот таким эскортом. Люди, которые местные, не очень добро нас смотрят. И несколько даже удивленно. Но это и понятно. Когда они еще увидят такую классную машину? Свердой на проселочную дорогу. Дорога стала еще хуже. Но зато виды какие открываются здесь. Зимнедельческий регион. Вот запад. Вон террасы. Вот здесь какой-то картофан какого-то растет. С петрушкой. Вот мы едем. Где-то нигде. Карто, даже не знаю, какой дороги. Что, в принципе, редко для мапсми. Наконец-то мы добрались до лагеря. Вот машина, ребята, уже ждет нас. Сейчас по-быстренькому переоденемся за джунглей. И пойдем искать горных горилл. Высота 2 200 сейчас. Мы поднялись на 600 метров на машине. Дорога, конечно, не очень. Но мы это сделали. Ехали 2 часа. Подходим к офису. Сейчас здесь будет маленький бриф. Все ждут только нас. Потому что мы на Duster ехали дольше. Мы же его берегли. Идти гнали как гонщики. А мы аккуратненько. Конечно, нам еще далеко ехать. На экваториальных джунглях Конго ищем горилл. Идти идет рейнджер с автоматом. Дадди рейнджер с мачете. Вот мы пробираемся. Дорога, да, да. нас предупреждали о том что мы штаны заправили в носки видите все идут так потому что есть очень много муравьев которые очень легко заползают в штаны и кусаете а ты не можешь их убрать большие красные муравьи вот я тоже видите иду так же вот такая тропа по которой мы идем горелон с одной стороны тропа но с другой стороны и не сказать что она уж очень сильно и схожи вот подходим уже горелон уже начались заросли бамбука мы дошли до лагеря где есть смотрящие которые всегда охраняют горел смотрят за ними всегда знают где не находится сейчас пойдем мы уже рядом сейчас пойдем к своим горелон проводники говорят вот этот лес это уже есть горелло сейчас мы просто подойдем к ним с нужной стороны обойдем эту горочку и воде сними сидят подниматься так горочка заходим в бамбукового роща подниматься в том что нельзя обычно не что трогать руками всякие муравьи какие слизни змеи всякая гадость горка очень круто без этого никак но уже совсем рядышком с горелыми уже кончились все тропы просто идем вот лёшка вот лёшка если накатались ругать дорогу непроходимый лес все гореллы близко нам пора надевать маски чтобы не заразить их ничем я не заразиться от них потому что у нас один днк код и болезни могут распространяться очень легко у них нет иммунитета на те болезни которыми мы уже болеем болели а